Ну что ребят, добро пожаловать в 10 этап формула 1 на грампли Англии. Ну что ж, поначинаем как обычно с квалификации, в которой я смог с первой попытки поставить хороший круг. Несмотря на то, что оба Williams очень хорошо ехали в первом сегменте квалификации, но почему-то во втором и третьем они как-то провалились. Ну и да, также очень изящно закончил третий сегмент разбитием болида. Ну ладно, в принципе это никак не повлияет у нас. По поводу самой трассы, довольно сложная будет для нас трасса, поскольку на ней есть скоростные повороты, а в скоростных поворотах у нас пока недостаточной скорости, да, порой мы быстрее вильямса, но если так посмотреть, то у них аэродинамика лучше, и за счет этого они могут выигрывать по скорости, также за счет этого быстрее будут выходить напрямую. Собственно, в квалификации это было видно даже в первых сегментах, в последних опять же я не знаю, что у них случилось, почему они так плохо проехали, я даже смог заработать пол позицион. Для меня это конечно хорошо, но все равно в гонке бывает все наоборот. Если вспоминать опять же прошлый сезон, за вильямсов, когда у меня в Китае вообще ничего не получалось, даже в практике ничего не получалось, но в гонке я просто выстрелил и смог спокойно выиграть без каких-либо проблем. Также в северсовании есть такая особенность, что пидстоп здесь надо делать только один. Обусловлено это несколькими вещами. Во-первых, здесь используют самые жесткие компаунты, это у нас софт, медиум и хард, только на этом этапе используется в хардфутном сезоне, и также это то, что он самый длинный, этот пидстоп. То есть въезд элементатор отключается очень-очень рано, и элементатор идет на 60 километров, и из-за этого на пидстопе проводится где-то порядка 40-50 секунд. Вот. Почему я говорил в пидстопе, вы поймете чуть даже позже. Кстати, шоку вы видели, я не хотел озвучить. И да, двойню все рядом со мной, и, собственно, знаю, так как я стартую. Это не очень у меня хорошо, потому что, скорее всего, они смогут меня тут же атаковать и пройти. Собственно, стратегия введена пидстоп, тут другой стратегии просто не существует, потому что самые жесткие у нас это типы резины. Ну и переходим к старту. Собственно, старт я кое-как, опять же, срываюсь с места. У меня тут же проходит Строл, тут же проходит Сироткин. И Сироткин почему-то решает притормозить, и тем самым ломает мне переднее крыло. И почему я говорю про пидстопа? Потому что с передним крылом, словно, я не смогу проехать хотя бы 5 коков без потери кучи позиций. А делать два пидстопа на этой трассе просто идиотизм полный, поскольку я потеряю, ну, где-то такое же время. Поэтому я решил то, что, ну, надо делать пидстоп. В любом случае, поскольку мне просто не хватает прижимной силы, также у меня врезается еще окон из-за того, что я вот так плохо выехал. И тут же Перес проходит нас по внутренней части траектории, и без каких-либо, опять же, проблем. Я тут же попытаюсь атаковать в Мэггитс Бэггитс в планах, и спокойно тоже прохожу обратно. По итогу Вильнюссы просто улетели вперед. Ну, тут они по-любому бы улетели. Так как это просто Вильнюссы, и они могут спокойно улететь. Вот, собственно, мы в скоростном правом повороте втроем вошли в него, и так повелось все, что окон не поравнялся со мной по итогу. И, собственно, да, вот вышел я из пидстопа, и впервые, наверное, использовал за несколько сезонов именно хард-резину. В чем ее минусы? В том, что у нее почти нет зацепа нормального. То есть, да, ты будешь просто скользить, по сути, по трассе, но, в принципе, на ней кое-как можно ехать. И также ее плюс в том, что она очень долговечная. Собственно, это был первый и последний мой пидстоп за всю гонку. Но теперь мы направляем следующую картину, как Ботас стал просто проигрывать позицию за позицией в пелотоне, где-то начиная с шестой или седьмой позиции. И причем, такой я впервые вижу. Да, я могу понимать, что у Болида были, может, проблемы. Тут даже он смог вернуть позицию по отношению к Рену, но его тут же прошел Хас. Но тут даже стоит заметить то, что Рену потерял вообще три позиции в этом повороте. Да, с Рэдбулом они поравнялись, но по итогу даже вот удалось все-таки ему отыграть эту позицию и тут же напасть на Ботаса. Но обойти Ботаса он, к сожалению, не смог, поскольку в последнем повороте Боты замедлялись, и плюс у них произошел еще такой-то контакт. По итогу Хас уехал, а позади Ботаса Рэдбул и Феррари начинают борьбу между собой. По итогу Ренушка на уже первой прямой с ДРСом спокойно опережает Ботаса и уже уезжает за Хасом. Потом уже принялся и Феррари атаковать спокойно Ботаса, прошла его в Мэггетс Бэггетс. Конечно же, у Ботаса будет ДРС, но опять же по темпу он просто не может ни за кем удержаться. По итогу Кимми сразу же уезжает от Ботаса и уже позади Ферстаппин смог без проблем поравняться с Ботасом напрямой и уже к повороту они поравнявшись проехали и Ферстаппин по внешней траектории тут же пытается его пройти, что у него в принципе и выходит. Позади уже Феррари начинают думать, где его опередить и на опять же конце первого сектора напрямой без каких-либо проблем за счет ДРС проходит Ботаса. И на обратной прямой уже проходит Ботаса и его напарник Льюис Хэмилтон. То есть у нас с Мерседеса опустились на самое почти дно. Почему почти? Потому что на самом дне у нас пока Торо Роса, но я думаю в скором времени Мерседес может составить им конкуренцию в развитии. Хотя казалось бы Мерседес одна из топовых команд, но по итогу за как-то пол сезона они с Белидом вообще ничего не сделали толкового. Даже Торо Рос вроде что-то более-менее делали. Ну и по итогу Ботас проиграл уже все позиции и остались только 2 Торо Роса позади. Ну и тут же Торо Роса начинает уже проходить на той же прямой. Пытался поравняться Белид, но не хватило скорости. И по итогу из-за того, что они начали уже бороться между друг другом, они начали отставать от впереди идущего Зарлбера. Соответственно первый Торо Рос смогал пройти без проблем Ботаса и начал уезжать. Ну и вторая начала тоже на обратной прямой пытаться опередить Ботаса, что у него в принципе вышло. Но потом, правда, завязалась небольшая борьба и по итогу до пидстопа они так и ехали. Также в середине полотона у нас Акон и Ферстаппин совершили ошибку. Точнее Акон совершил, из-за этого Ферстаппин улетел. Из-за чего они оба откатились назад. Я же через какое-то время уже опередил всех, кто был на пидстопе. И причем передо мной выехала Рикярда, который был на новом медиуме. И соответственно это создало небольшую для меня проблему. Ну поначалу, конечно, да, у Рикярда непрогретая резина, но потом в принципе он может что-то противопоставить моему Харду, который уже все-таки слегка был подвозношен. Вот туда, конечно, у Харда плюс то, что изнашивается он очень-очень медленно. Я думаю, даже на максимальной модификации поставить Хард на старте Сильвертолна, то я думаю, даже он до 25 процентов не дает. С Рикярда у нас завязалась борьба, бок о бок мы шли в начале второго сектора, но напрямой уже до скоростного права поворота я смог кое-как опередить за счет лучшего выхода. И соответственно уже направился вперед за Пересом и Леклером, которые ехали впереди. Причем Перес довольно долго мариновал Леклера, то есть он ехал все время в секунде от него, но никак не мог поравняться. Только когда я уже подъехал к ним на расстоянии ДРС, опять же, он смог таки опередить Леклера. Из-за чего они, соответственно, оба и замедлились, потому что начали ехать бок о бок. И, соответственно, уже я приехал к ним конкретно прям. Борьба, конечно, длилась не особо долго, весь третий сектор, но по итогу все-таки Перес смог отрывать свою позицию по отношению к Леклеру, ну и также он смог замедлить Леклера, из-за чего я тут же прошел старт в нижней прямой и уже начал тестироваться. Совать уже Переса, которого смог обойти на обратной прямой за счет слепстрима ДРС, причем я так еще резко отвернул от Переса, что в него чуть не ехал Леклер. Это вот интересно, почему он решил сам отрывать. Ну ладно, я смог вырваться вперед, по итогу они поравнялись снова и начали ехать бок о бок какое-то время, и это какое-то время, опять же, до последнего поворота, собственно, это нормальная практика на сильвертовании. И обычно эта ситуация такая же с тем, что кто-то из ботов замедляется по итогу, но в это раз замедлился Перес. Также, к сожалению, Райклера у нас ходит посреди дистанции, и в него также еще въезжает Акон. Решил, так сказать, добавить себе остроты ощущений после того, как он сделал ошибку, из-за чего он превратился на пидстоп второй, и из-за этого он начал вставать на круг. И Акон решил сотворить следующую дичь. Даже мне это напомнило Бразилию в реальной формуле, когда Акон взял и просто меня не пропустил, хотя, точнее, он начал меня пропускать, потом решил почему-то закрыть мне траекторию внутреннюю, из-за чего я въехал в него и потерял кучу времени. Что мы имеем в итоге? Это был предпоследний круг, впереди меня Перес, да, у меня есть ДРС, но я был почти в девяти десятых от него. Кое-как до него доехал, и со словами, it's last love, all or nothing, влетая вперед в него, пофиг уже на все, прохожу Переса, самое главное, что я не развернул его, вот как это было от его глаз. Да, конечно, такой наглый врыв, но, блин, я был просто зол на то, что сделал Акон. И тут даже вспоминаются слова еще Ферстаппина, что за гребаный идиот? Ну, серьезно, что за фигня? То есть, поначалу он начал меня пропускать, но потом решил, да ну его нахер пропускать, когда я уже был в внутренней траектории, и закрыл калитку, по итогу я в него въехал. Ах, даже вспоминать бы противно. По итогу, да, конечно, я не потерял свою позицию, все равно финишировал третьим, это очень хороший для меня результат после провального такого старта и по итогу отката. Конечно, да, надежда у меня была на то, что я смогу догадать Виллинс, но все-таки, если считать, что первый круг был полностью потерян из-за разбитого переднего антикрыла, и также борьбы с Форс Индиями, то это самый лучший результат, что мог быть. Хотя и он, конечно, мог не сбыться, поскольку, опять же, Акон, который также еще получил штраф за неотбытый стоп-н-гоу из-за того, что он меня не пропустил вовремя. Да, отлично, просто супер. Также еще и Гасли получил у нас тоже штраф за то, что неотбыл стоп-н-гоу. Ну и что мы имеем? С Роткин первое место занял на этом этапе, и, в принципе, он имеет шанс на то, чтобы вклиниться в борьбу между мной и Стролом за чемпионский титул. То есть, да, такие шансы еще пока есть. Виллинсы в кубке конструкторов лидируют, ну тут, я думаю, уже даже не стоит напоминать, поскольку это очевидно. Ну и, собственно, у нас штрафы, контакты и тому подобное. Так, собственно, Гасли у нас получил стоп-н-гоу за столкновение с Райкингом, конечно, да, он меньше всего пострадал, в отличие от Акона, но все равно штраф есть штраф. Хотя, да, опять же, про то, что штрафы файты за стоп-н-гоу на 5 секунд всего лишь неотбытые, ну, это, мягко говоря, не очень хорошая идея. То есть, как по мне, штраф должен быть по большему разу в чит-хиге. Поскольку 5 секунд неотбытого стоп-н-гоу, нежели сам отбытого стоп-н-гоу где-то потрачуешь секунд 20-30 на его отбытие. Ну, как бы, разница есть. Ладно, переходим к модификациям, собственно, заказываем уже, начинаем аэродинамические модификации, поскольку все-таки надо уже начинать готовить свой болид к трассам, где нужна все-таки прижимная сила. И, как за свидетельство, случается следующий момент, то, что у меня разрабатывают сразу две модификации и максимально могу разрабатывать только две. Соответственно, следующий модификация решил подумать, что уже брать, и подумал, почему бы не завершить до конца уже ДВС и не сделать максимально низкое потребление топлива, поскольку это нам может нехило так помочь, вспоминая, опять же, тот же Виннинс. Ну и на этом, ребят, пока что все. С вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до скорой встречи, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok